Новосибирск Настоящим итогом сейчас у нас в работе в сумме проекта порядка на 57 миллиардов. За последний месяц заключено соглашение порядка с пятью компаниями еще на 3,5 миллиарда. Но это, конечно, не работа месяца. Это примерно за последние четыре месяца мы вели переговоры. И вот к Новому году как раз успели в декабре запчить соглашение. Наблюдается оживление. В этом году инвестиций больше, чем в предыдущем. Все-таки действительно идет некоторое оздоровление экономики. Поэтому мы ощущаем приток инвесторов, инвестиций и больше обращаются в наше агентство. Наверное, имена говорить некорректно. Проекты новые есть, достаточно крупные. Есть и новые компании, которые появились на Сибирске. Старые компании, уже известные нам, инвестируют, расширяют свой бизнес. Самые крупные инвестиции – это сибирский антрацит. Если мне память не изменяет, в 2017 году у них инвест-программа порядка 14 миллиардов рублей. Крупные проекты в сельском хозяйстве – это и рутильная фабрика «Вылыбина» с инвестициями порядка 4 миллиардов. И ферма, как вы знаете, по индюшатине наших новосибирских предпринимателей с инвестициями порядка 3 миллиардов рублей. Ангиолайн, Авиценна. То есть, в принципе, в сферах различных и в медицине, и в сельском хозяйстве. И в биотехнологиях. Из новшеств в этом году можно отметить расширение перечня индустриальных парков, которые мы готовы предложить потенциальным инвесторам. Более активное продвижение на бренды Новосибирской области и в прессе, и в интернет-пространстве, и в других средствах массовой информации. Также совместно с Минэкономразвитие разработана программа привлечения инвестиций мирового уровня, где мы уже выходим на инвесторов с готовым предложением по вхождению в регион, с просчитанными рисками, с предложениями по площадкам, по инфраструктуре, по рынкам сбыта и так далее, что позволит бизнесу уже более взвешенно заходить в регион с пониманием, что его здесь ждет. У нас новые временно исполняющие обязанности губернатор Андрей Александрович Травников. Мы с ним встречались. Сотрудники АИРА лично принимали участие в его выездах в районы. Для нас, как для агентства, очень важно то, что на встречу он подтвердил свою готовность лично встречаться с крупными инвесторами, которые заходят в регион. На самом деле, это сейчас одно из самых важных условий, потому что инвестор, заходя в регион, должен видеть, что первое лицо заинтересовано в сотрудничестве, в работе. И Андрей Александрович на личной встрече нашей подтвердил, что он готов лично встречаться с инвесторами. Это очень важно на самом деле. Поставлена задача продвижения и создания индустриальных парков. Должно быть их больше, они должны быть разные. И мы должны предлагать инвесторам широкий перечень, чтобы им было еще выбрать. Ну и, конечно, основная задача – это увеличение инвестиций в регион. Для нас нет проблематики. У нас, я считаю, одно из лучших законодательств в сфере инвестиций. У нас сейчас разнообразные предложения по паркам. У нас есть и биотехнопарк, медицинский парк, академпарк, индустриальные площадки. Поэтому для нас, как для агентства, проблем мы не видим. Нужно самим больше работать. У нас, скажем так, ожидания мы себе позволить не можем. У нас есть задачи. Задача наша – усиливать работу по всем направлениям, привлекать инвесторов не только в город, но и в районы. Привлекать резидентов на ПЛП. План стоит у департамента по работе с инвесторами на ПЛП привлечь в течение следующего года не менее 10 резидентов. Это достаточно амбициозная задача, с учетом того, что за предыдущие 10 лет их 13 появилось. У нас совместный проект с континентом Сибири – это инвестиционный атлас Новосибирской области. Мы анализируем районы, какой бизнес там перспективнее привлекать, какие направления развивать. Работа у нас эта продолжается. Мы пока что успели посетить только половину районов, проанализировать. Ну, это очевидно. Там, скажем так, Краснозерский район – он один из основных производителей пшеницы, зерновых культур. Искитимский район – там перспективные индустриальные парки, и так же, как и агропромышленные. Какие еще районы взять? То есть у каждого района все равно есть специфика. Северные районы – там лесозаготовку перспективно развивать. И так далее, и так далее.